Ликима и Кросса – так называются два мощных тайфуна, которые движутся по направлению к Приморью. И несмотря на то, что край уже несколько дней живёт в состоянии перманентного штормового предупреждения, предстоящий уикенд, по прогнозам синоптиков, может вновь принести в регион экстремальную погоду. С физисильными ливневыми дождями в северных центральных районах края сформировался высокий локальный дождевой паводок. Отмечается резкий интенсивный подъём уровня воды. Наиболее сложная обстановка сложилась на реке Ореховка у населённого пункта Поляны, где были превышены отметки опасного явления. Создалась угроза затопления автомобильных дорог, сельскохозяйственных угоней, низководных мостов, домов и домовладений. В целях усиления группировки, оказания помощи населению и предотвращению последствий дождевого паводка в Дальнереченские и Красноармейские районы направлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Приморскому краю в составе 20 человек на 4 единицах техники с подсредствами. А тем временем спасатели ликвидируют последствия паводка, вызванного сильными дождями 11 августа в Пожарском районе Приморья. Здесь произошло подтопление низменных участков местности в селах Губерово и Новостройка. Оказались подтоплены 300 огородов, частный дом и 10 подвалов, многоквартирных домов. Это вон там знаменка, дорога. Поворот вот-вот немножко здесь на кладбище. Здесь есть лечушка, которая. Вода стекает все со знаменки в эту лечушечку. Тут уже все поднялось, вода прям под самую дорогу. Но многие приморцы считают, что штормовое предупреждение это для слабаков и, несмотря на призывы МЧС, остаются в опасных местах. Таких вот смелых туристов аэромобильная группировка МЧС России эвакуировала из окрестностей бухты Ежовая Лазовского района. Причем взрослых отдыхающих не смутил факт наличия в группе малолетних детей. Руководительная спасательная операция совместно с оперативным штабом главного управления было принято решение по установке веревочной переправы, организации доставки питьевой воды и продуктов питания, а также спасателя, чтобы уточнить обстановку в самом лагере. 11 августа было принято решение по эвакуации этой группы в количестве 11 человек, включая полуторагодовалого ребенка. При этом 7 человек от эвакуации отказались. Спасатели доставили туристам воду и продукты и предметы первой необходимости. Главное управление МЧС России по Приморскому краю еще раз убедительно призывает граждан, прежде чем отправиться на отдых, прислушаться к советам специалистов и прогнозу погоды и не подвергать свою жизнь и жизнь своих малолетних детей опасности. Олег Завьялов, Ольга Зайцева, Новости на Восьмом.